итак я запустил сервер клиент мы будем продолжать конфигурить почту сегодня мы конфигурим почту и мы поп 3 под рота переходим на этой консоли и сделаем ctrl shift и сюда минусы тут для команд тут фарлок фарлок mail.log есть несколько большого количества серверов и mapop3 мы будем использовать достаточно простой давкод давайте мы его установим он у нас поддерживает стандартные протоколы pop3 и map фишкой этого сервера является то что он с самого начала идет с поддержкой tls ssl tls и он идет в комплекте с простым с предустановленным сертификатом так что вы сразу можете использовать его не генеря сам подписанный сертификат не покупая сертификат но конечно это только пробная установка для реальной работы желательно или купить сертификат или сгенерить его с помощью скажем let's encrypt для совместной работы smtp и mapop3 можно построить следующие две схемы схема схема первая это когда smtp складывает сам в каталоге файлы письма и мы по туда считывает схема наиболее простая задумываться не надо недостаток какой ну конечно разруливание доступа нужно к этим файлам permission и так далее потом если у нас одновременный доступ коллизии могут возникать и второй вариант более продвинутый это когда у нас smtp получая почту отдает ее демону и мэпа и мы позже сам раскладывает по папкам и отдает пользователю потом таким образом наверно это самый мощный и оптимальный вариант кроме того когда и мы получает почту он может ее обработать каким-то образом разложить по папкам проверить в общем этот вариант считается более продвинутым сегодня мы будем рассматривать первый вариант для мы пользовались клиентом mail мы будем пользоваться этим клиентом на сервере также но для работы с клиента нам нужно будет что-то помощнее мы поставим thunderbird и с помощью него будем уже подключаться к mail-серверу и значит кроме того на сервере нам понадобится telnet дело в том что большинство протоколов классических они текстовые протоколы и они работают фактически по принципу протокол telnet то есть поверх протокол telnet сейчас новые протоколы скажем делают поверх хтп есть бинарные протоколы отдельно а вот все классические протоколы работали поверх telnet и для демонстрации проверки работы с помощью telnet мы его установим и посмотрим как можно работать с протоколом поп-3 с помощью telnet а ну поп-3 потому что самый простой тут у нас он проверяет обновление пусть пока проверяет мы установится и так давайте посмотрим что у нас есть у нас есть дав код вот у нас основной конфиг и все конфиги разбиты на кусочки для удобства соответственно то что мы поменяли вы потом сложите в папку мэйл на вашем каталоге vagrant чтобы потом восстанавливалась и соответственно файл vagrant прописывайте запуск скрипта мэйл скрипт мэйл бы сделали в прошлый раз он настраивает только постфикс а сейчас мы допишем его кусочек который еще будет настраивать дав код давайте попробуем его настроить кстати вот у нас сертификаты ссылка идет на файлы сертификатов они формате пен то есть там все одновременно собрано и ключ и сертификат мы его можно не копировать он уже установился его мы будем использовать для для дав кода он автоматом будет цепляться поэтому там ничего менять не надо и в следующий раз мы его еще подцепим постфиксу этот же сертификат значит что нам нужно сделать давайте мы начали посмотрим это значение по умолчанию тут прописаны в 3 до конца в 35 на пока нужны протоколы поп 3 и мэп причем тут подразумевается и сразу и и мэп и мэп поверх тлс и поп 3 поп 3 поверх тлс лмтп протокол используется для связи с локальным это локальный эмэл трансфер протокол он используется с локальным демоном смтп то есть собственно с нашим постфиксом а использоваться он будет так как я говорил то есть для того чтобы постфикс не и сам раскладывал по папочкам свою почту переносил ее отправлял ее демону дав код тут уже сам разложит тут у нас аутентификация вот смотрите у нас есть такой пункт по умолчанию он запрещает плентекстовую аутентификацию если у нас нету слтс поскольку мы по умолчанию будем включать слтс то мы сможем включить плентекстовую аутентификацию вот плентекст на самом деле как видите достаточно много типов аутентификации многим можно делать для аутентификации по центральному какому-то каталогу по домену по керберс и так далее plain самая простая аутентификация просто текстом гонится пароль но поскольку на все равно криптуется слтс то мы это спокойно воспринимаем логин это тот же самый plain но для винтовых приложений для аутлука например и далее у нас подключаются уже заранее сформированные описание откуда брать данные для пользователя и их пароли ну вот достаточно большой объем мы просто делаем мы будем брать тот кто про написано system то есть данные будем брать из спама пароли и спама и и соответственно значение пользователей имена и так далее с помощью нсс то вы знаете да им сервер свитч из по свт файла и так далее все достаточно просто мы не будем делать виртуальных каталогов виртуальных доменов поэтому мы аутентифицироваться будем не полным именем с доменом скажем юзер собака и домена просто юзер то есть у нас будет один домен самая простая модель и в данном каталоге у нас задается расположение файла давайте мы каталога или файла почтой f5 мы можем использовать inbox mailbox или mail gear mailbox это каждый ящик у вас в одном файле ну так же как вот мы смотрели тут вот так вот вот у нас вот у нас видите это inbox mailbox то есть один ящик это для один файл этот один ящик который складывает смтп смтп все в один ящик складывает и мэп называет inbox это будет бокс куда все входит кроме того там можно других генерить боксов ну и соответственно поскольку мы делаем до сохранить поскольку мы делаем так чтобы наш смтп раскладывал все по ящикам сам давайте мы посмотрим хоу-мэйлбокс вот у нас он не определен а мы его зададим но по умолчанию там проще то что он складывает варсполмейл в коде прошли то и там мэлбокс и а мы сделаем mail каталог mail каталог это другой вариант когда каждое письмо представляется в виде одного файла значит это у нас будет mail gear слой в конце показывает для постфикса что это у нас каталог с тем контру и старт постфикс ну и запустим давайте она и пол дав код и стартуем его давайте посмотрим листов open files grep tcp какие они сокеты смотрят вот видите дав код смотрит у нас pop3 pop3s это ip6 ip4 и мэп и мэп с поскольку мы используем плейновый пароль то у нас всегда будет с другого хоста работать по ssl tls то есть с с вариант будет но при этом скажем что вот это ограничение не работает на localhost поэтому мы с помощью util.net сможем проверить как работать без скриптования и так мы откроем firewall firewall кмд add service pop3 pop3s и мэп и мэп и мэп с фарбук д релад давайте посмотрим вот они у нас подключились ну вот у нас наш пользователь c мы в принципе можем посмотреть с помощью утилиты который идет с дав кодом дав адм описание mailbox на нашего пользователя mailbox лист минус юзер вот у нас только inbox и он автоматом control r сгенерил mailgeer пока пустой а значит postfix став код стартовал в принципе мы при малых усилиях сконфигурили почту и теперь она работает давайте посмотрим как у нас будет на клиенте обстоят дела на клиенте у нас стандерберт установился и мы можем запустить его программка нелегкая конечно тяжеленькая вот стандерберт запустился будем использовать существующую почту календарь и берем календарь и календарь и календарь и я mem juritchen давайте протестировать что у нас он увидел что есть и map с поверх sl на 143 порту значит обычный пароль у нас задается тут у нас smtp тоже обычный не не поверх сел да у нас нет пароля на синтепе и поэтому и его берет без аутентификации а тут у нас видят что он подключился с клиента давайте готовы сделаем я принимаю риск что у нас шифрования нету на smtp и подтвердили получили сертификат наша почта давайте попробуем скеллился папка удаленные что у нас произошло веке полная структура к это давайте посмотрим тут у нас и посмотрим список появился папка трэш и и давайте мы создадим письмо user user тема 1111 11 попробуем отправить отправилась и мы получили новое сообщение а тут прописываются логи что был к постфиксу подключена по смтп получено письмо поставлена в очередь отсоединились по смтп и потом локальная доставка то есть он складывает файл он положил в mail gear и из очереди было удалено письмо и потом и мы подключился пароль plane и установил сессию и мы видим вот он наше письмо можно давайте создадим еще одно и отправим дать вот у нас значит если мы будем удалять письмо то она будет папку удаленные отправляться давайте мы удалим письмо делит нажимаю я она в папку удаленные это делает наш агент то есть вот тандерберт можно обратно входящий его перенести давайте посмотрим на самом деле поскольку у нас локальная доставка мы можем с помощью команды mail про посмотреть вот у нас mail команда по умолчанию читает этот каталог mail ничего нету но мы можем задать переменную mail мы можем создать в башерце чтобы каждый раз она появлялась тут мы просто ее перед командой mail запускаем вот у нас наши письма все как видите все достаточно просто и таким вот образом мы сконфигурили простейшие почту работа по имп теперь давайте посмотрим а как на уровне протокола выглядит работа с этой почтой для этого мы будем использовать клиент толнета поскольку мы уже обсудили что с клиента с компьютер клиента мы не сможем работать поскольку требуется шифрование то мы будем работать с plain паролем без шифрования с нашего сервера и так толнет localhost 110 порт это у нас поп 3 набираем пользователя и имя пользователя пароль и пароль мы подключились к почте давайте посмотрим в логах да вот мы подключились к почте и достаточно команды простые лист 3 сообщения мы можем посмотреть на скажем первое сообщение вот это первое сообщение но действительно мы же удаляли потом обратного добавили и она должна была стать третьим которое соединить сами ретр 3 вот с единицами 10 до 3 и мы можем удалить какое сообщение скажем второе сообщение ударили смотрим на клиенте все сообщения на месте вторым будет вот это вот 3 3 3 но после того как мы завершим сеанс у нас это сообщение удалиться причем она никуда не помещается поскольку мы должны были задать конкретно команду переместить ее в другую папку мы этого не делали мы просто ее удалили вот таким вот образом мы взаимодействовали по протоколу толнет с сервером поп 3 ну как вы видите очень простая схема работает достаточно хорошо на простом сервере она вполне адекватно на более мощном сервере с более сложной системой почтовой лучше перейти на продвинутые свойства и пересылать через лмтп ну это мы будем рассматривать следующий раз и в конце не забудьте скопировать все свои измененные файлы и все команды файлы в огранте